Всем привет, это Warlord! Сегодня у меня необычное видео, но прежде хочу напомнить вам о конкурсе, который сейчас проходит на моём канале. В этом конкурсе любой из вас может поучаствовать, он очень простой, но тем не менее в нём очень классные призы. Приз, главное, очень необычный, вы можете выиграть лего, или игрушки, или диски, в общем очень много всего. Если не знаете про конкурс, посмотрите предыдущее видео. Сегодня в этом видео у меня будет анонс, потому что я уже запутался, что снимать наборов много, но и не знаю с какого начать. В общем, после этого видео вы напишите в комментариях, что мне лучше снять сначала, но я и на это сниму. Ну и в конце видео давайте всё-таки определим, какой из наборов лучше, Звезда Смерти или же Замок Дисней. Итак, вот первый наборчик, который я собрал, это Битва за ход. Здесь у меня несколько частей от Битвы за ход, ну и справа небольшой наборчик первого полугодня 16-го года. Здесь он смотрится довольно неплохо. В общем, если хотите обзор на этот огромный эксклюзивный набор, напишите об этом в комментариях. Ну и вот так на моей полке сейчас выглядит эксклюзивный набор деревни. Я вам его уже показывал, но не показывал второй вариант сборки. Если хотите увидеть, тоже напишите в комментариях. Ну и вот ещё один наборчик, вы, наверное, уже все заметили, он у меня запылился, так как давно стоит на этой полке. Если хотите обзор на дом Симпсонов, тоже напишите мне об этом. Недавно в моём конкурсе я сказал, что можно выиграть настольные игры. Вот, например, настольная игра Берсерк, очень популярная у нас в стране коллекционная карточная игра, я ей тоже немного увлекаюсь. Больше всего, наверное, меня и вас должны сейчас интересовать наборы спереди. Тут у меня 7 колод нового переиздания Берсерк. Сейчас он носит название Берсерк Герой, если хотите, чтобы я сделал обзор. На это это, конечно, не будет связано с обзорами Лего, это будет просто обзор настольной игры. То обязательно напишите в комментариях. Мне кажется, было бы прикольно ещё и это сделать на моём канале. Ну и ещё один наборчик, который у меня есть, это Валли. Это набор из линейки Лего Идеас, если хотите на него обзор, также напишите мне об этом. Он тоже, кстати, классный, один из моих любимых наборов, стоит сейчас на одной из моих ключевых полок. Ещё один наборчик у меня находится наверху, его сейчас вряд ли вам хорошо видно, но тем не менее, это набор по новому фильму Охотники за привидениями. Недавно его приобрёл, если хотите, чтобы я сделал обзор, обязательно тоже мне пишите об этом в комментариях. Также сейчас справа вот этот вот блокнот по Nexo Knights, о котором вы много очень меня спрашиваете. Он очень прикольный, мне он очень нравится. Обязательно вам его покажу. Вопрос в том, когда. Если захотите сейчас, покажу вам сейчас. Если потом, то потом. Но не показать вам его я просто не могу. Ну и справа от него ещё один наборчик Лего Идеас, посвящённый сериалу Доктор Кто. Тоже у меня этот набор очень давно, но обзора пока на него нет. Ну и справа от него стоит очень старенький набор Cantina Mosaisley. Но несмотря на то, что он старый, мне он очень нравится. Ему даже нашлось место на моей полке. Он, как вы понимаете, модульный. В нём есть сама Cantina Mosaisley. Ну и ещё много всего интересного. Также я закончил отбор мини-фигурок первого полугодия 2016 года. Здесь почти все мои фигурки. Тоже нужно их снять и выбрать, какие же мини-фигурки получились самыми удачными. С какой серией Лего. Ну и ещё один мой набор, который немного запылился. Звезда смерти. Знаю, вы все ждёте на неё обзор. Обзор в силу размера. На неё, конечно, записывать сложно. Но если ждёте, напишите мне об этом в комментариях. Также набор Hogwarts. Сейчас считается очень редким набор. Несмотря на то, что старый, довольно хорошо проработан. В нём интересные функции. Ну и, конечно, главное, это мини-фигурки. Ну и видео топ-15 моих мини-фигурок Лего Супергероя Marvel набрало 1000 лайков. Поэтому я готов снять ещё одно видео на эту тематику. Может, это будут фигурки по DC Comics, может, по Звёздным Войнам. Напишите в комментариях, какие бы преимущественно хотели вы. Если заговорили про эту подставку, здесь у меня небольшая полочка. Всё-таки это не ром-тур, но хотелось бы её вам показать. Кстати, ром-тур у меня задерживается по моим личным причинам. Ну и с другой стороны, большую часть своих полок по Лего я и так вам показал. Ну а на этой полке у меня две металлические фигурки из магазина Disney. Также коллекционный комикс про Тора. Фигурка Железного Человека. Ну и Дэдпул вот с такой вот большой головой. Ну и за Дэдпулом есть коллекционный комикс про Человека-паука. Ну и 68-й выпуск комиксов коллекции Marvel. Недавно в одном из своих предыдущих видео я спросил вас, хотите ли обзор моей коллекции комиксов. Некоторые написали, что хотят. В общем, моя коллекция состоит из 35 комиксов. У меня чуть побольше, но на этой полке вместилось только 35. В общем, как вы видите, с помощью их боковой стороны составляется картинка, на которой есть некоторые герои Marvel. Например, Халк и Железный Человек. В общем, если хотите подробный обзор на мою коллекцию, обязательно тоже пишем это в комментариях. Ну и также, сейчас вы видите три самых новых выпуска журналов. Звездные войны, Ниндзя Гуи, Некса Найтс. В общем, основные три журнала по этим сериям. Перед тем, как подвести итоги, давайте все-таки решим, какой из наборов лучше. Звезда Смерти или же Замок Дисней. По итогам голосования у меня в группе, более 70% человек считают, что Звезда Смерти лучше. Ну а я проголосовал за Замок Дисней. По мне он сделан более интересно, чем Звезда. Ну и вот несколько комментариев, которые я отобрал. Некоторые из них в пользу Звезды Смерти, ну и некоторые в пользу Замка Дисней. Ну и самые внимательные заметили, что вчера на моем канале не выходило новых роликов. Если честно, не стал снимать, потому что лайков опять стало очень мало. В общем, если хотите видео новые каждый день, обязательно поддерживайте канал лайками. Ведем итоги, вот такой анонс у меня получился. Если все вы поняли, что надо написать в комментариях, то на какой набор вы ждете обзор. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Ну и участвуем в конкурсе на моем канале. Всем удачи и всем пока!